Государство усиливает меры по борьбе с наркобизнесом. В нашем регионе проводится целенаправленная работа в этом направлении. За последние 9 месяцев правоохранительными органами было выявлено более 500 фактов незаконного оборота наркотиков. Об этом в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту рассказал судья Карагандинского областного суда Мадениет Омарбекова. Стратегия борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 годы разработана в интересах дальнейшего развития казахстанского общества, обеспечения гарантий прав, свободы законных интересов граждан Республики. Данное мероприятие выполняется по четырем направлениям. Это профилактика наркомании, реабилитация употребляющих наркотические средства, пресечение незаконного оборота и обеспечение эффективного контроля за оборотом наркотических средств, установленного государством. Все страны мира, наверное, в каждой стране мира есть эта проблема и она решается, поскольку есть у нас совместные договора, конвенции подписываются по незаконному обороту наркотических средств. Есть у нас договора о взаимопомощи с правоохранительными органами, в частности это, например, со странами, я знаю, что подписано из Чехии, из Венгрии, с Россией и ближайшими странами, бывшими странами СНГ. По словам кандидата юридических наук Мадинету Морбековой, если в прошлом году было зарегистрировано 270 административных дел, то за последние 9 месяцев текущего года таких фактов стало 549. Вместе с тем хочу сказать, что за 9 месяцев 2012 года мы проводили анализ, то можно сказать, что по лицам осужденных лишения свободы за тяжкие, особо тяжкие преступления, то оно как бы уменьшилось, потому что у нас 108 лиц осуждено, а в прошлом году было 136 лиц, значит у нас получается снижение на 28 единиц или на 26 процентов снизилось. А совсем недавно представителями областного суда было зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Гражданину республики Киргизии был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 15 лет, рассказывает Мадинету Морбекова. Гражданин Киргизской республики, гражданин Матвиенко, значит он проживал временно в Алма-Ате, он перевозил наркотические средства по трассе Караганда, Алма-Ата, Екатеринбург, и вот здесь, значит он был задержан сотрудником ДКНБ по Караганинской области совместно с дорожной полицией ДВД Караганинской области. Значит этот гражданин Матвиенко, значит взял автомашину по поддельной доверенности Тойоту Камри и когда он перевозил, то его задержали. В присутствии понятых было обнаружено и изъято около 6 килограмм героина. Окись азота некоторым известен как продукт соединения азота с кислородом при очень высоких температурах. Бесцветный газ молодежь называет веселящим газом. Как оказалось, веселящий газ является наркотическим средством, что самое страшное в законе это не указано. И потому тем, кто употребляет веселящий газ, ничто не грозит. Но нужно отметить, что государство и над этим работает. И действительно он одурманивает и действительно действует как наркотическое средство. Но на сегодняшний день законодателям не предусмотрен и он не внесен, этот окись азота не внесена как список наркотических средств. Сейчас вот поднимается вопрос в парламенте о том, чтобы действительно внести данный вид как наркотическое средство. На сегодняшний день среди актуальных вопросов, стоящих перед казахстанским обществом и требующих скорейшего решения, на одного из первых мест выходит проблема роста наркомании и наркобизнеса, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности в целом. Что радует несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, в этом году не зарегистрировано. Иром Гульсал Кимбаева, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.